С первого по пятой стихи. После всех слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Вы – благовестник, спасающий эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту землю пустынную, которую Бог дал нам наследие. Мы с Вами, призывая имя Господне, это и есть имя Иисуса Христа. И мы видим в сегодняшнем слове, когда мы читали, что Иисус – это не только Тот, Тот, Который был в то время, больше двух тысяч лет назад, Он был еще до бытия мира, прежде бытия мира. И Он – Тот, Который и сейчас пребывает вместе с нами, потому что Бог – Он вечен, и Иисус – это Бог, Сын Божий, Который пришел воплоти на эту землю для того, чтобы нас с Вами восстановить в нашем статусе, восстановить в нашем облике, в нашем истинном облике. И Бог, Он всегда дает слово и всегда совершает Слово Свое. И мы видим даже в отношении Авраама, Бог сказал, смогу ли я скрыть что-то, и утаю ли я что-то. Бог всегда, то, что Он желает произвести на этой земле, то дело, которое Бог желает делать, Он всегда открывает это людям для того, чтобы мы могли быть вместе соучастниками, соработниками, сотрудниками, в деле Божьем. И Бог действует так же всегда, так как Он дал нам с Вами при сотворении власть управлять, владычествовать. И в Иисусе Христе эта власть была восстановлена. Иисус сказал, что не дана вся власть на небе и на земле. И эта власть также пришла к нам, как к детям Божьим. И Он дал нам так же, тем, кто исповедовал Иисуса Христа, Он дал нам так же власть и дал так же ключи Царства Небесного. Все, что свяжем на земле, будет связано на небесах. Поэтому нам важно с Вами точно держаться Слова Божьего. Проблема в том, что мы не проверяем, бываем, Слово, которое мы уже имеем, не убеждаемся, не подтверждаем, забываем. И из-за этого мы впадаем в заблуждение, конфликты. И из-за этого у нас бывают те трудности, которые становятся нашими трудностями. Если Бог действительно является моим Господом, хозяином моей жизни, то те проблемы, которые у меня есть, это не мои проблемы. Это те проблемы, на которые у Бога уже есть ответ, есть план, и все есть. Поэтому нужно действительно, чтобы Господь стал Господом моей жизни. Тогда это же не моя проблема. Нужно отдать это в руки Божьи. И тогда мы сможем действительно выявить по-настоящему ответ, по-настоящему значение. И молитва — это и есть наше общение с Богом. Молитва — это наше состояние, когда наши мысли, наше сердце, внутри Бога, внутри Божьего плана, во Христе находятся. И тогда это и есть 24 часа, о которых мы говорим, что это просто наше будет наше состояние естественное. уже приближается конференция «Ремнант» и лидерская конференция. И это время также, когда мы в течение двух месяцев, трех месяцев до этого собираем пожертвования, после уже миссионерской конференции, для того, чтобы не просто пожертвование ради пожертвования, но нам нужно понимать причину, осознание причины, во что мы жертвуем, для чего мы приносим пожертвования наши. потому что если просто пожертвование для пожертвования, это уже как бы это не как бы сказать неплохо, но важно, чтобы мы осознательно это все делали и понимали для чего мы и что мы делаем. Тогда мы сможем наслаждаться также плодами этого всего, теми ответами, которые Бог приготовил экономикой света, которую Бог приготовил для нас. И если посмотреть даже Ветхий Завет, Новый Завет, то мы видим, что если мы говорим слово, как есть «арьюти-сей», мы говорим, то есть это означает система, система, которая позволяет сохранить слово и передать слово следующему поколению. и вот такая то, что мы сейчас назвали как «RTC Remnant Unity Training Center», то есть это то, что было и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Если в Ветхом Завете мы видим, что когда мы посмотрим в отношении уже Книгу Судей, тогда, как сказано, что поколение, пришло другое поколение, которое не знало, не видело, не слышало, не знало от всего того, что Бог сотворил и то действие, которое Бог производил, то есть они не просто новое поколение, а другое поколение пришло, которое не знало дел Божих, и они и это уже получается упущение израильтян, что они не передали это слово, не помогли им испытать Бога. И дальше тоже продолжалось это, когда уже был Самуил, когда движение в массиве, когда он из-за того, что филистимляне на протяжении многих поколений они страдали от атак филистимлян. И причиной этому это было то, что они упустили завет, упустили свою миссию, свое предназначение. Они на земле занимались не тем, для чего Бог призвал их. И дальше уже мы видим и Елисей. Мы видим, когда без сражения пришла победа в ее жизнь, когда Бог послал ангелов и когда 185 тысяч войска было побеждено без участия даже людей, потому что это происходит действие Божье. Поэтому нам с вами точно так же важно восстановить завет своей жизни, чтобы мы не просто для себя, для чего-то физического жили, а чтобы мы могли выявить, что Бог желает в нашей жизни сделать, что Бог вместе с нами, где мое местодействие, что мне необходимо делать. И тогда действительно мы будем видеть действия Божьи становиться по-настоящему свидетелями. И уже в Новом Завете мы видим и Первопостольскую церковь, и Павел. Он делал то, что действительно угодно Богу, чтобы Слово это передалось и следующему поколению передалось в это время, в эту эпоху. Точно так же мы с вами дальше смотря уже в эту эпоху так же живя, нам необходимо, чтобы через вот это движение ЛЮТИСИ, то есть через движение сохранения Завета и передачи Завета мы смогли получить благословение, что следующее поколение будет не просто другим поколением, как это случилось в Ветхом Завете, а чтобы это стало действительно следующим поколением, людей, которые держатся Завет, которые понимают Слово, которые выявляют смысл, находят смысл жизни Своего Христе. Поэтому тогда и пожертвования мои, которые буду делать, будут не просто пожертвованиями, а пожертвованиями, которые имеют смысл, пожертвованиями, которые не просто деньги, которые я даю или мое время, которое я посвящаю служению Богу или помощи другим людям, а это будет связано с ответом Вечности, с действием, которое Бог производит через каждого из нас на этой земле, действия проповедования, действия провозглашения этого Евангелия. И тогда, если мы таким образом живем, тогда наша жизнь будет не просто, что после нас ничего не остается, иногда даже и на физическом уровне ничего не остается, но нам важно с вами, чтобы не просто оставить детям или оставить после себя что-то на физическом просто даже уровне, но чтобы, если даже это физическое что-то, это может быть здание, может быть это, что бы это ни было, может быть книга, может быть, что бы это ни было, что бы это было связано с духовным, что бы это было что-то, тогда это действительно становится духовным, моим духовным произведением, моим духовным шедевром, чтобы это было что-то, что может помочь следующему поколению узнать о Боге, уверовать в Бога, быть людьми, которые получают благословения Божьи. Поэтому такое может случиться, когда мы действительно наслаждаемся общением с Богом, когда мы наслаждаемся благословением молитвы. Поэтому мы с вами, важно, чтобы мы стали теми людьми, которые наслаждаются благословением молитвы. И сегодня то, что мы с вами читали, место из Писания Иоанна, 17 глава, с 1 по 5 стих, мы увидели облик Иисуса, мы увидели, каким образом Он молился, каким образом Он общался с Богом, с Отцом, и чего Он искал. Мы сегодня, смотря с вами, анализируя молитву Иисуса, мы сможем также понять, как нам необходимо молиться, какая молитва действительно угодна Богу. И первое, что мы можем увидеть также, если посмотрим параллельное место из Писания, это Марка, 1 глава, 35 стих, мы увидим как бы молитвенные привычки Иисуса Христа. И Иисус, Он молился Богу, молился Богу Отцу рано утром. То есть, когда меньше всего, может, вас кто-то, когда еще было темно, сказано. И Иоанна, 6 глава, 15 стих, там сказано, что Он утром, также, Он пошел в горы, Он пошел в гору один, не утром, точнее, ночная молитва. И также в Матфея, 4 глава, 23 стих, там сказано, что, отпустив народ, Он один поднялся на гору помолиться. И когда сказано, даже вечер был, Он еще был там один. То есть, Он рано утром, Он также ночью, сказано, мы читали, и также днем, то есть, было время молитвы, Иоанн поднимался в гору для чего? Для того, чтобы уединиться, для того, чтобы быть, и потому что ближе к Богу, как многие кто-то думают, чем выше поднимешься, тем выше к Богу. Ну, тут не в этом смысл, конечно, а в том, чтобы секрет молитвы, это молитва наедине с Богом. И это тот пример, который нам показал, показал Иисус. Поэтому утром, время, когда мы можем посмотреть на сегодняшний день духовными глазами, когда мы сможем подключить себя, подключиться, можно сказать, к Богу, свое сознание настроить, свое мышление, свое сердце, свой дух настроить на то, чтобы быть чувствительным к водительству Духа Святого. И днем, проверять себя, проверять, что уже я сегодня выявил, что еще меня ждет. И вечером, ночью, эти все ответы, которые я сегодня выявил, все, что произошло, анализировать с точки зрения Слова Божьего, с точки зрения Евангелия, смотреть с точки зрения взгляда Божьего. Тогда мы сможем действительно видеть действия Божьи в своей жизни. Мы сможем, что бы ни случилось тогда в нашей жизни, какая бы проблема, какая бы ситуация мы ни оказались, мы не сможем, мы не будем тогда обманываться, мы не будем по своим мыслям как-то поступать, или же сгоряча что-то делать, либо же людей в чем-то там обвинять. Мы будем видеть, в чем есть действия Божьи, мы будем видеть, где действия дьявола, мы будем тогда духовно бодрствовать и сокрушать те силы тьмы, которые что-то планируют действовать. И тогда все, что будет происходить в нашей жизни, будет происходить по воле Божьей. И мы тогда, если даже что-то случилось, то мы не будем впадать в отчаяние или же в панику какую-то, потому что мы будем понимать, что мы молились, мы вместе с Богом. Бог пребывает вместе со мной, Бог никуда не девается. И тогда, если Бог допустил что-то в моей жизни, то это не может быть чем-то, что может победить меня, потому что я уже имею победу, просто мне нужно выявить ответ и план Божий тогда и войти внутрь Божьего расписания. Поэтому второе, что мы можем посмотреть, это то, что Иисус, он молился об исполнении воли Божьей. Когда мы видим Матфея, 26 глава, 36-й, 46-й стихи, там есть молитва в Гефсиманском саду. Это также и Марка, 14 глава, и в Луке, 22 главе. Там сказано, что Иисус, когда Он молился, Он пал ниц. То есть, Он смотрел, это была та молитва, когда Он смотрел на Бога, полностью преклонив Себя, полностью покорив Себя, подкорив Себя воле Божьей. И вот, о чем мы видим, молился, когда 26 глава, 39-й стих, Он говорил, «Отец мой, если возможно, да минует меня чаша сия, но да не моя воля будет, но Твоя». То есть, Иисус, Он искал, чтобы совершалась воля Божья в молитве. Не всегда мы можем, конечно, сразу видеть, или даже когда видим, нам не всегда хватает силы, своей силы, конечно же, преодолеть что-то, пройти через какое-то испытание, через что-то, что происходит на этой земле. Но, ища воле Божьей, мы можем обрести ту силу, которая нам необходима для того, чтобы это все преодолеть. И, как и в Матвея, 6 глава, 6 стих, что-то было сказано, «Когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе». Поэтому, когда мы молимся, что нам нужно искать? Даже как Иисус учил о молитве «Отче наш». «Да будет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». И когда мы молимся, не искать, что есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, то есть те люди, которые не знают Бога. Поэтому не об этом нужно молиться, не о физических каких-то благах или еще чего-то. О чем молиться? 6 глава, 33 стих сказано, «Ищите прежде Царства Божьего и правды Его». И все это приложится вам, будет дано вам. Ищите прежде Царства Божьего и правды Его. Поэтому нам с вами все, что бы мы ни делали, на работе мы, учимся мы, где бы мы ни были, с кем бы мы ни встречались. Мы молимся, чтобы найти волю Божью. Мы живем не просто и молимся, не свои мотивы какие-то, не свои желания какие-то, которые у нас есть. Но мы ищем волю Божьей. И если, конечно же, в нас есть какие-то мысли, какие-то идеи, желания, мы сверяем это. Является ли это волей Божьей? Действительно ли это что-то, что идет в линию с тем желанием, которое у Бога есть, которое от Бога желает, чтобы все люди спаслись, чтобы все достигли познания истины. Поэтому мы должны смотреть на себя, как на духовных воинов, как на тех людей, которых Бог призвал для того, чтобы вместе, так же, как и на земледельцев, для того, чтобы вместе совершать действия спасения на этой земле, чтобы молиться за людей, чтобы все, что я делаю, могло приносить пользу Царству Божьему на этой земле. Поэтому посмотрите так же, как мыслили не только Новый Завет, даже Ветхий Завет. Герои веры, они всегда наслаждались благословением молитвы. Не то, что они о чем-то даже там просили, даже когда мы смотрим Даниил и Иосиф. Посмотрите на Даниила. Даниил три раза в день молился. О чем он молился? Посмотрите на Иосифа. Он наслаждался благословением молитвы. Не просто он там о чем-то молился вот так вот, но он наслаждался, как бы сказать правильно, он, когда мы смотрим 39 глава, 2 стих, там сказано, что он стал успешным и успевал во всем. Когда он находился в доме господина своего, египтянина. Почему это было? Потому что Бог был с Иосифом, и он стал успешным во всем, что он делал. Он не просто так, он в течение дня постоянно наслаждался общением с Богом. Он наслаждался благословением, что Бог пребывает вместе с ним. И он также в мыслях своих, в сердце своем, пребывал с Богом. И также, когда мы видим, даже когда он оказался в тюрьме, в темнице, он также наслаждался этим благословением, что Бог пребывает вместе с ним, поэтому ему было доверено все. Он стал управляющим даже уже в темнице. Поэтому, посмотрите, он был тем человеком, который наслаждался тем благословением, что Бог пребывает вместе с ним. И что бы ни случилось в его жизни, он знал, что это путь, которым Бог его ведет. И он знал, он понимал, что у него есть миссия. Он еще с детства выявил завет, выявил, утвердился в том завете, который Бог дал Аврааму, что в той миссии, которую Бог дал израильскому народу, чтобы через них понимание Бога, знание о Боге было передано другим людям, другим народам. Поэтому он этот завет понял, что он является тем человеком, он является тем, через которого Бог собирается производить действия на этой земле, тем, через которого Бог желает, чтобы люди узнали о Боге. Поэтому он доверил свою жизнь с Богом, и что бы ни происходило, он происходил постоянное общение. Поэтому Бог желает, чтобы мы с вами точно так же жили нашу жизнь, не просто переживая о чем-то, думая о чем-то, где деньги забрать, где то, где то, где то, чтобы мы связывали свою жизнь с Богом, чтобы мы поняли, что мы являемся именно тем людьми, через которых Бог желает совершать действия спасения. Посмотрите, Даниил о чем молился. Даже когда вышел закон о том, чтобы нельзя молиться никому, кроме царя на тот момент, но Даниил три раза в день открывал окна и молился. И о чем он молился? Даниил молился о том, чтобы израильский народ восстановился, чтобы восстановили храм, чтобы израильский народ мог вернуться в свою землю, почему нужно было вернуться в эту землю Хананскую? Потому что это земля, к которой куда должен прийти Мессия. И не просто Мессия как царь какой-то, а Мессия тот, который решит духовную проблему. Даниил понимал это. Он не просто молился о том, чтобы восстановился царь в Израиле, который будет изределать Израиль самой сильной народом или нацией на земле. Это то, в чем заблуждение вошли израильтяне. Он понимал духовную миссию, которую Бог дал израильскому народу. Поэтому он не боялся ничего. И он знал, что через, что бы ни случилось, через эти события, даже какие-то проблемы оказались, которые проблемами являются, Бог будет действовать, и Бог проявит свое действие, и Бог будет, Божье имя будет явлено и прославлено. Поэтому даже когда он оказался во рву со львами, он не боялся. И даже поэтому в нашей жизни так же давайте не будем бояться, что бы ни случилось, будем знать, что Бог вместе с нами. И будем жить не для себя, но для Бога. Для того, чтобы проповедовать Слово Божье. И тогда мы сможем, где бы мы ни находились, наслаждаться благословением, что Бог вместе, и преуспевать во всем. Поэтому второе, о чем мы видим в содержании молитв Иисуса, это то, что он в первом стихе Он сказал, что он искал славы Божьей, он искал того, чтобы прославить Бога Отца. Поэтому Иисус, получив славу, показав, что он является, то есть каким образом прославить, показать, что он есть Христос. Через то, что через расписание креста, когда он был распят на кресте, через воскресение, через то, что он воскрес и потом вознесся, вот через это все, чтобы прославить Бога. Для того, чтобы то Слово, которое было дано в Ветхом Завете, об Иисусе Христе, о Христе, о Мессии, и чтобы это Слово совершилось. Если это Слово совершается, это означает, совершается действие спасения. Это означает, и если происходит действие спасения, то происходит также прославление этим самым Бога. Поэтому и сказано, что нам необходимо, как мы живем. Ефесянам, Колоссянам 3 глава 17 стих. Все, что вы делаете, Словом, Словом или Делом, все делаете во славу Божью. Все делаете во имя Иисуса Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. И все делаете во славу Божью. Во имя Иисуса Христа, благодаря Господа Отца, и 1 Коринфянам 10 глава 31 стих. Все делаете во славу Божью. Вот это и есть тогда, что мы являемся учениками Иисуса. Мы теми являемся, кто следует Иисусу Христу, кто поступает так же, как Иисус Христос. Тогда вот это и есть жизнь во славу Божьей. Не бойтесь жить для славы Божьей. Не бойтесь жить, ища того, что угодно Богу. Тогда вы увидите действительно благословение, наслаждаться будете благословениями Божьими. 17 глава, 4 стих, что сказано? «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил Мне исполнить». Что было делом, которое поручил Бог Отец исполнить Иисусу? Он поручил Ему исполнить дело Христа. Он пришел, и Он стал Христом. Он исполнил работу Христа. Работу истинного пророка, истинного священника и истинного царя. Вот это и есть, как истинный пророк. Он открыл путь встречи с Богом. Поэтому Иоанна, 14 глава, 6 стих сказано. Иисус сказал Ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому все мы, которые были во грехах, были связаны первородным грехом, связаны грехами предков, мы с вами не имели возможности выйти и освободиться от этого, но через Иисуса Христа. Все эти грехи, все проклятия были решены. И сейчас уже мы с вами. В Римлянам, 8 глава, 2 стих сказано, что «Дух жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти». Потому что Марка, 10 глава, 45 стих сказано, что «Сын Божий явился не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить и дать жизнь Свою во искупление многих». Он пришел для того, чтобы решить проблему греха и проклятий, и мы уже освобождены. Те, кто во Христе, мы уже освобождены с вами. Поэтому вот этим нам с вами необходимо наслаждаться. Вот этим нам нужно с вами это и хранить в наших сердцах. Что Он пришел освободить нас, и Он это совершил, и Он пришел, чтобы послужить. Поэтому служение — это и есть то благословение, которое Бог нам дал. Мы с вами можем также быть действительно счастливы, когда мы можем служить друг другу. Негоцентричная жизнь, не искать наживы какой-то, не искать чего-то, чтобы каких-то физических благословений. Это все будет, все будет дано и приложено нам, все, что нам необходимо. Если мы будем искать действительно воли Божьей, и искать того, как мы можем, через что мы можем помочь людям, другим узнать об Иисусе Христе, уверовать в Иисуса Христа. Тогда все, что необходимо, все ресурсы Бог нам даст. И Иисус, Он пришел как истинный царь, и Он разрушил власть дьявола. 1 Яна 3.8 сказано, что Он для этого и явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И что еще сделал? Евреям 2 глава 4 стих, 14 стих. Чтобы лишить силы того, который имеет, держит в своих руках державу смерти. И поэтому, чтобы освободить всех тех, которые в страхе смерти живут свою жизнь в рабстве, в духовном рабстве. Поэтому, вот это и есть благословение, вот это и есть благословение, которое мы с вами можем наслаждаться, именем, единственным уникальным именем, которое, тому именем, которому подчинены вся, которому дана вся власть на небе и на земле. И то имя, которому подчиняются все, и именем Его мы можем сокрушать силу тьмы. И именем Его будут подчиняться все злые духи, которые есть даже. Поэтому нам нужно использовать это имя. Нужно сокрушать силу тьмы на тех местах действия, в которых мы находимся. Нужно молиться за людей. Нужно сокрушать силу тьмы. И 5 стих, что мы читаем. Там сказано, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя, прежде бытия мира. Иисус Христос — это не просто человек, который родился на этой земле. И, как многие говорят, так же есть и не только в христианстве, и в христианстве так же, но это уже не христианство, а даже по сути является. Говорят, что Иисус — это просто человек, и который имеет, Он так же Сын Божий, как и мы с вами, как бы являемся сыновьями и дочерями Божьими. Но это не так, как сказано в этом месте из Писания, то, о чем говорил Иисус, что Он ту славу, которую я имел у тебя, прежде бытия мира. Он является Сыном Божьим. И Он является тем, который, тем словом, которое стало плотью. И Он является тем, который полон благодати и истины, который пришел от Отца. Потому что мы с вами, особенно, да и сейчас в нашей жизни, мы видим славу Его, славу Иисуса Христа в своей жизни. Поэтому Он является тем, словом, той Личностью, которая воплотилась на этой земле, чтобы спасти нас. Поэтому мы смотрим, когда так же филиппинцам, 2 глава с 5 по 11 стих, там сказано, что Он уничижил Себя и принял образ слуги, и стал подобным людям, и явился в человеческом облике. Он принял, пришел в теле человека. Для чего это Он сделал? Для того, чтобы иметь право взять на себя грех человека, грех людей. Для того, чтобы освободить нас, чтобы по закону, Бог не действует вне закона. Есть закон Божий, есть закон духовный. И Бог, Он не делает чего-то беззаконного. Поэтому по закону, совершенным образом, нас освободить. Поэтому и сказано, что не закон греха и смерти теперь действует в нашей жизни, а закон Духа жизни во Христе Иисусе. Потому что Он пришел не нарушить Слово, но исполнить. И Он пришел, чтобы исполнить закон. И Он его исполнил и совершил. И поэтому во втором стихе что сказано? «Так как ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Поэтому мы с вами, те люди, которые через Иисуса Христа восстановились в образ Божий, восстановились как дети Божьи, как те, которые познали истинного Бога, три единого Бога, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Потому что действие спасения — это действие, совершенное действие совершенного три единого Бога, Бога Отца, Который Словом сотворил нас, Бога Сына, Который есть Словом, Который стало плотью. И сейчас мы с вами, находясь на земле, продолжаем нашу жизнь, когда Дух Святой внутри нас пребывает. Бог Дух Святой нас ведет, нас направляет, нам напоминает. И каждый раз, когда мы молимся, мы с вами можем наслаждаться благословением ответа на молитву. Потому что и сейчас Бог пребывает вместе с нами. И поэтому, потому что через Иисуса Христа мы восстановились в этом благословении. Поэтому 14 глава, 13 стих, что сказано? «Мы с вами те люди, которые можем наслаждаться благословением молитвы». Также Иоанна, 15 глава, 16 стих. Также сказано, что «Не вы избрали Меня, но Я избрал вас, и предназначил вам идти и приносить плоды, и чтобы чего вы не попросили? Во имя Мое». «Чтобы Отец дал вам, чего мы не попросим? Во имя Иисуса Христа». То есть, «во имя Иисуса Христа» это означает с осознанием того, что это за имя, и кто есть Иисус Христос, и что важно для Иисуса Христа. И сказано дальше, что «До этого вы не просили во имя Мое ничего, но теперь просите, и будет дано вам, чтобы радость ваша была совершенна». В чем наша радость может быть? Наша радость — это когда люди вокруг нас узнают о Боге, веруют в Бога, принимают Иисуса Христа, входят в спасение, становятся нашими братьями и сестрами во Христе, входят в семью Божью. Вот это действительно истинная радость для нас. Поэтому, если это еще не так, давайте молиться, чтобы действительно для нас это стало радостью. Чтобы действительно мы с вами могли, как в 1 Иоанна, 5 глава, 14 стихе, если бы попросить, чтобы мы просили чего-то по воле Божьей, по плану Божьему, тогда мы точно уверены, что Бог слышит нас, и Он отвечает нам. Поэтому, что Он является нашим приоритетом? Это восстановить время молитвы. Есть молитва сосредоточенная, есть молитва в определенное время, есть молитва непрестанная, то есть это наше общение с Богом. И мы можем видеть, как мы говорили и в Ветхом Завете так же, как и герои веры они молились так же. Живя на этой земле, много чего случается, потому что дьявол действует, потому что люди, следуя своим личным мотивам, ища свои выгоды, ища богатства и славы, они живут во грехе, то есть они делают мысли, их слова и поступки эгоцентричны, материалоцентричны. Поэтому это и есть греховно, потому что они не видят, что последствия их будут. Они даже не думают о том, какие последствия принесут их мысли и их дела. Поэтому это и приносит страдания, разрушения, проблемы, трудности разные. Поэтому и мы можем оказаться в этом. и мы можем оказаться и в войне, и в кризисе, и в каких-то бедствиях. Но что бы ни случилось, нам нужно не колебаться, нам нужно не впадать в это все. Нам нужно наслаждаться тайной Царства Божьего, тайной того, что Бог пребывает вместе с нами. Нам нужно входить в молитву, обретать силу Божью, делая выбор, вынося суждения, размышляя над чем-то. Нам нужно руководствоваться стандартами благой вести и искать славы Божьей. Что принесет славу Богу? Что мне нужно сделать? Выбирая, нужно думать, как мне поступить. Не так, как люди обо мне подумают. Не то, что... Как бы сделать так, чтобы я в глазах людей оказался хорошим каким-то или еще чем-то. Даже если я в глазах людей буду казаться безумным каким-то, но если это то, что угодно Богу, я буду делать что-то, что угодно Богу. Не буду входить в грех, не буду следовать за людьми и делать что-то греховное, но я буду выбирать то, что Богу угодно. Это тоже прославление Бога. Потому что мы живем не просто в физическом мире, мы живем и в духовном мире с вами. И поэтому вместо того, чтобы нам полагаться на свои интересы какие-то, следовать своим интересам или опыту своему даже, нам нужно всегда подтверждать, действительно, делай выбор, вынося суждение, в чем воля Божья? Является ли это выбором ради благовести, ради славы Божьей? Что сказал Иисус? Если вы последуете за мной, я сделаю вас ловцами человеком, как вы ловите рыбу, точно так же будете ловить людей, но ловить людей в плане для того, чтобы приобретать их для Царства Божьего. И не просто удочками, но неводом. То, что Иисус сказал и то, что Он показал. Бог даст нам мудрости, даст нам силы, и Он уже нам даст нам силы сделать что-то, что принесет этот плод. Он уже нас призвал и дал нам благословение изгонять демонов, изгонять силы тьмы с тех мест, куда мы идем. Потому что куда бы мы ни пошли, если мы идем, осознавая, кто мы есть, если мы идем, наслаждаясь тем, что Бог пребывает вместе с нами, тогда Царствие Божье сходит на эту землю, сходит на то место, где мы находимся. Вот это и есть, что мы ставим башню. Башня — это как твердыня, которую дьявол в нас утверждает. башня утверждается во мне, башня Божья. То есть это содержание, это определенное содержание, которое внутри нас утверждается, и то, что помогает нам быть непоколебимыми перед лицом любых обстоятельств. И это то, чем наслаждались Первоапостольская Церковь. Люди, которые не имели ни какого-то богатства, изначально были презираемы всеми, были не теми, которые элитой какой-то были, являлись. Но через них, через те, которые из Галилеи, которые пришли, не образованные, не богатые, не ученые, не какие-то люди, через них произошло действие из Кесарии Филипповой до Рима. Рим также принял благую весть. И это все произошло. Поэтому, почему у нас тогда получается так, что мы можем, не получаем каких-то ответов, страдаем, что-то случается у нас, постоянно какие-то переживания. Почему? Потому что мы не о деле Божьем переживаем. Мы не о том, мы не ищем воли Божьей, славы Божьей. Тогда вот такие проблемы происходят. Тогда у нас какие-то то происходят, и мы не можем понять, почему такое происходит в моей жизни, почему это случилось. И потом, посмотрите, мы видим пример, как мы говорили только что о Первопостольской церкви. Посмотрите, как получили благословение Антиохийская церковь. Потому что они понимали, в чем желание Божье, исследовали желание Божье проповедовать не только иудеям, но и язычникам, на то время язычникам, то есть тем людям, которые не знают Бога. И поэтому Бог благословлял их. И даже финансовое благословение было, что они могли помогать даже Иерусалимской церкви. Поэтому, держась за Слово Божье, ища прежде Царства Божьего, я стану той башней, то есть я буду пропитан тем содержанием, которое Бог желает. Поэтому я буду стоять, как... Я уже стану действительно той башней, на том месте действия. Имя Божье — крепкая башня. Праведник входит и будет спасен. Поэтому давайте с вами наслаждаться этим благословением, и идти в 237 стран и 5000 племен, чтобы через нас происходило это действие спасения, и мы становились свидетелями, как и сказал Иисус. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самаре и даже до края земли. Пойдите до края земли, во все народы, и найдите учеников, которые... Поставьте учеников, которые... И научите их всему. Прославление, которое мы будем сейчас петь, это будет только молитва. Поэтому прославляя, давайте вместе также молиться об этом всем. Поэтому и тема молитвы сегодня также, чтобы мы могли с вами наслаждаться жизнью благовестника. Мы с вами, каждый из нас, пастыра, служителя, каждый из нас верующие, мы все с вами благовестники. Поэтому, чтобы все... Чтобы держать за слово, мы могли проверять все словом, могли наслаждаться благословением молитвы 24 часа, чтобы наедине мы могли иметь время взирать на Господа и в молитве, жить в молитве, делать все в молитве. И искать не своей выгоды, но искать того, что угодно Богу. Не по своим суждениям делать выводы какие-то или принимать решения, но ища славы Божьей. Поэтому давайте молиться об этом. Молиться также и о том, чтобы... И конференция Ремнант, и... Также...